1 марта в 14 часов в кабинете 401 в здании администрации состоится заседание градостроительного комитета. Тема обсуждения – проект музея под открытым небом. Коммунальные службы города работают в штатном режиме. Комбинат коммунальных предприятий подводит итоги собраний жильцов многоквартирных домов, которые в 2018 году попадают под действие программы по благоустройству «Комфортная городская среда». Сегодня подводим итоги, но сейчас уже есть результаты по собраниям, которые мы проводили на квартирных домах с повесткой «Комфортная среда». К большому сожалению, активность жителей по-прежнему невысока. Лучший результат собрания по дому номер 16-3 микрорайона – это 38%. В остальных домах явка и участие в собрании в очно-заочной форме ставило еще меньше. Поэтому кворума на собраниях нет. Решение об участии жителей этих многоквартирных домов в проекте «Комфортная среда» на 2018 год не принято. Глава Андрей Шубин отметил, что благоустройство дворов зависит от активности жильцов домов. Комитет по культуре готовится к празднованию «Международного женского дня». С 26 февраля по 7 марта в выставочном зале проходит выставка мастеров декоративно-прикладного искусства нашего города «Подарки для любимых». 4 марта в 12.00 состоится зональный этап областного конкурса хореографического искусства «Ритмы века» в Центре культуры и молодежной политики. Также 4 марта на стадионе детско-спортивной юношской школы будет первенство по божжным гонкам. В Центр занятости с начала года обратились 143 человека, трудоустроено 80. От предприятий поступило 83 вакансии.